10 самых полезных продуктов для сердца и сосудов В наши дни изобилием на пол супермаркета выяснить какие продукты следует есть для обеспечения оптимального здоровья сердечно-сосудистой системы не так-то просто Я решил разобраться в этом вопросе и составить аргументированный список из 10 самых полезных продуктов для сердца, которые стоит включить в свой рацион Чтобы избавиться от лишнего подкожного жира, особенно на животе, понизить уровень инсулина и кровяного сахара, противодействовать повышенному кровяному давлению, уменьшить количество триглицеридов, жировых частиц, циркулирующих в крови Повысить уровень липопротеинов высокой плотности полезного холестерина, подавить сердечно-сосудистые воспаления, например, связанные с высоким уровнем реактивного протеина В десятку вошли исключительно цельные продукты, здесь вы не найдете макарон, произведенных с использованием цельного зерна и никакого мультизернового хлеба, выпеченного из смеси пшеничной, рисовой и гречневой муки Это настоящие продукты в их самой естественной форме, которые должны составлять подавляющую часть вашей кардиозащитной диеты Итак, 10 самых полезных продуктов для сердца и сосудов Первое. Красная рыба. Красные сорта рыбы известны высокой концентрацией омега-3 жирных кислот, которые уменьшают воспаление стенок кровеносных сосудов Красная рыба также содержит сверхпитательный астаксантин, придающий ей розовый цвет Именно он помогает уменьшить уровень окисления окисленного холестерина, либо протеинов низкой плотности Когда жир или холестерин окисляются, это может привести к формированию бляшек на стенках артерий Что со временем повлечет за собой развитие атеросклероза, болезнь сердца и сосудов Убедиться в преимуществе употребления красной рыбы для защиты сердечно-сосудистой системы Можно на примере исследования с участием китайских мужчин, имевших высокий риск сердечных заболеваний В результате потребления ими красной рыбы в течение 8 недель Сердечно-сосудистые воспаления и уровень триглицеридов крови у участников эксперимента уменьшился А уровень защитного холестерина высокой плотности возрос Номер 2. Голубика Оказывается, голубика один из самых полезных продуктов для сердца и сосудов В ходе многочисленных исследований было установлено, что ягода является эффективным и безопасным продуктом профилактики и борьбы с сердечными заболеваниями Снижение уровня холестерина, глюкозы, кровяного давления и первичного воспалительного маркера сердечно-сосудистых заболеваний Улучшение композиции тела Как это происходит? Голубика богата клетчаткой и фитонутриентами, которые эффективно удаляют свободные радикалы из организма и способствуют восстановлению чувствительности к инсулину Номер 3. Яйца Яйца долгое время считались последним продуктом, который вам порекомендовал бы диетолог для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы Но недавние исследования реабилитировали их и показали, что включение яиц в рацион может защитить от многих факторов риска для сердца Согласно одному из недавних исследований, регулярное потребление яиц влияет на маркеры холестерина лучше, чем овсянка, которая является священным граалем Среди продуктов, полезных для сердца Другое исследование показало, что когда мужчины с избыточным весом потребляли по 3 яйца в день в течение 12 недель, они сошли 5 кг подкожного жира А уровень холестерина высокой плотности у них увеличился с 47 до 57 мкг При этом общий уровень холестерина остался неизменным Количество триглицеридов, способных повысить уровень холестерина низкой плотности и связанных с воспалением артерий, уменьшилось в среднем на 45% Исследователи полагают, что естественная высокая концентрация селена, лютеина и зиоксантина в яйцах оказывает противоспалительное действие на сердечно-сосудистую систему Яйца также являются отличным источником белка и повышают уровень гормона адипонектина, что улучшает обратный транспорт холестерина, в результате чего в печени вырабатывается больше липопротеинов высокой плотности Номер 4. Свекла Основная роль сердца – доставки крови, содержащей кислород и нутриенты ко всем органам и функционирующим мышцам Потребление свеклы может принести пользу, потому что она повышает способность организма к извлечению кислорода Свекла содержит соединения, называемые нитратами, которые повышают уровень оксида азота, позволяющего кровеносным сосудам расширяться и сжиматься Регулируя кровоток, способность сосудов производить оксид азота снижается в ответ на недостаток фактической активности или воспаление сосудистой системы Свекла противодействует этому и в сочетании с тренировками вы сможете оптимизировать способность организма к выработке оксида азота Корнеплод также содержит огромное количество антиоксидантных соединений, которые оказывают противовоспалительные действия и способствуют выведению токсинов из организма Так что самая обычная свекла безоговорочно входит в десятку самых полезных продуктов для сосудов и сердца Номер 5. Оливковое масло Давно признанное кардиозащитным продуктом, благодаря своей центральной роли в среднеземноморской диете Оливковое масло неоднократно демонстрировало способность снижения сердечно-сосудистого воспаления и улучшения здоровья сосудов и артерий Например, оливковое масло богато антиоксидантом, которое, как известно, защищает сердце посредством улучшения уровня холестерина и снижения внутрисосудистых воспалений Потребление оливкового масла также связано со снижением кровяного давления и улучшением уровня кровяного сахара Продукт входит во все диеты, ориентированные на улучшение композиции тела Номер 6. Миндаль и грецкие орехи Орехи давно связываются с кардиопротекцией, а миндаль и грецкие орехи познаются наиболее эффективными в этом вопросе Благодаря высокой концентрации фитонутриентов и смеси моно- и полиненасыщенных жиров, которые снижают количество липопротеида в низкой плотности и повышают уровень хорошего холестерина Либо также установлено, что миндаль и грецкие орехи уменьшают количество триглицеридов, помогают улучшить композицию тела и снижают артериальное давление Исследования, проведенные с участием действующих спортсменов, показали, что миндаль может улучшать способность к использованию кислорода и снижать окислительный стресс, вызывающий сердечно-сосудистое воспаление Номер 7. Зеленолистные овощи, особенно брокколи и мангольд Вероятно, все зеленолистные овощи оказывают защитные действия на сердечно-сосудистую систему, потому что они полны клетчатки и антиоксидантов Существует доказательство того, что брокколи может предотвращать сердечные заболевания В ней содержится антиоксидант, называемый сульфорофан, который помогает удалять протеины, повреждающие стенки артерии и приводящие к осаждению пляшек и развитию феномена закупорки артерии Не поэтому ли брокколи постоянный продукт всех спортивных и реабилитационных диет? Швейцарский мангольд или листовая свекла – еще один вкусный и полезный зеленолистный овощ Его полезные свойства были известны еще древним грекам С его помощью боролись с заболеваниями крови Продукт помогает в формировании клеток крови, улучшает ее свертываемость, снижает уровень кровяного сахара А в современной Турции используется для лечения диабета Также обнаружено, что употребление мангольда в пищу, особенно в свежем виде, уменьшает вред, наносимый сердцу кровеносным сосудам, окисленным жиром, циркулирующим в кровотоке Номер 8. Амарант Амарант – это эндемичная для Латинской Америки зерновая культура, которая изобилует фитонутриентами, регулирующими уровень холестерина Он также содержит белки, которые повышают уровень окситоазота и действует как ингибиторы Снижая кровяное давление Фактически ингибиторы являются первой линией обороны при назначении лекарств, снижающих кровяное давление И включение амаранта в рацион сделает то же самое естественным путем Амарант содержит клетчатку, широкий спектр противовоспалительных нутриентов и большое для растительной пищи количество белка Как и в случае с квиноией Он вполне заслуженно входит в десятку самых полезных продуктов, защищающих сердце и сосуды Номер 9. Арбуз Арбуз является одним из богатейших источников цитрулина Аминокислоты, которую организм использует для производства окситоазота, улучшающего кровоток Поскольку при повышении уровня окситоазота больше кислорода достигает рабочих мышц Причем прием цитрулина может увеличить вашу тренировочную результативность Было также обнаружено, что он снижает артериальное давление у пациентов с артериальной гипертензией И вызвано предположение о возможности его использования в качестве диетарного инструмента для предотвращения сердечной недостаточности Инсульта сердечных заболеваний и диабетических заболеваний сосудов Номер 10. Сыр Вероятно, последним среди самых полезных продуктов для сердца и сосудов вы ожидали увидеть сыр Но он невероятно богат полезными нутриентами И научные данные свидетельствуют о том, что при потреблении качественного сыра в рамках здорового рациона Он может оказывать благоприятный эффект и на здоровье сердечной мышцы Проведенный в 2017 году метаанализ выявил нелинейную обратную связь между потреблением сыра и риском возникновения нарушений работы сердечной мышцы У людей, которые ели больше сыра, наблюдался меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний Большинство проанализированных исследований длились более 10 лет Другое исследование, проведенное в Швеции, показало, что среди женщин, потреблявших значительное количество сыра Риск сердечного приступа оказался на 26% меньше, чем среди тех, кто потреблял этот продукт меньше всех Наконец, в результате французского исследования было обнаружено, что диета с высоким содержанием сыра Снижает уровень сердечно-сосудистого воспаления и холестерина низкой плотности Исследователи предполагают, что качественные сыры обладают данной защитной функцией, поскольку содержат высококачественный белок и кальций, предотвращающий набор веса Также сыр ферментируется, снабжая организмом полезными бактериями и антиоксидантами Такими, как конъюгированная линолевая кислота, способными подавлять воспалительные процессы Заключение. Конечно, никакие продукты по отдельности не спасут вас, даже если они занимают первые места в десятке самых полезных Если вы не стремитесь соблюдать здоровую диету и в целом не выработаете привычки здорового образа жизни Такие, как минимизация стресса и регулярные физические нагрузки Но было бы упущением игнорировать очевидное Многие из перечисленных сегодня продуктов способны принести пользу вашему сердцу Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok